здравствуйте друзья я рассказывал пару дней назад что вот во вторник 3 января мы начали онлайн класс и я там ну рассказывал эту концепцию про 5 типов студентов партнер хорош человек там ну и тогда и вот сегодня был второй урок сегодня четверг у нас понедельник вторник и четверг с 6 до 7 по местному а вот допустим в нью-йорке где-нибудь там бостоне во флориде на том побережье там будет в это время на три часа впереди соответственно с 9 до 10 вот так мы все америку охватываем с 6 часов у нас до 9 часов там так вот да вел я сегодня этот урок ну и они должны определиться вот за три урока они должны определиться оставаться или нет и набралось там худо-бедно 200 человек и такие знаете активные я бы сказал что для онлайн класса они такие очень резвые то есть много резвых что приятно на самом деле и вот вопрос задавался в прошлый раз задавался и сейчас люди говорят но все-таки но вот что за что с работой что с деньгами что чего а я же не могу им под запись там на надо из пойти показать там что-то и так далее говорю ну хорошо ребята давайте так а мы уже часа полтора на на вместо того часа что урок идет может часа полтора там закончили урок там ответы на вопросы пошли и я бы давайте вот что сделаем мы сейчас закончим вот это дело под запись да и потом я без записи уже отдельно постучусь там через 15 минут и мы посмотрим там на рынок труда ну пошли смотреть на рынок труда сначала я показал как ищут позиции это тоже надо уметь делать и ну вот мы дайс дайсом пользуемся потому что у меня есть рекрутерской лицензии мы можем сравнить то что выходит с этой стороны это что выходит стоит значит сначала посмотрели открытые позиции и поскольку народа много и они из самых разных мест то у нас там наверное полтора десятка разных таких географических зон в основном это города большие да то есть там был у нас и нью-йорк и штат нью-джорси мы захватили и в калифорнии это было вот наша кремниевая долина лос-анджелес сан-диего во флориде у нас было три региона это орландо майами и тампа и филадельфия у нас было и колорад дэнвер колорадо и чикаго и сиэтл вообще вот так и и в техасе там пару мест вот очень посмотрели по всей стране и дальше я вам говорю а теперь мы будем смотреть сколько есть позиций надо сказать что для меня немножко неожиданно было я никогда внимания особого не обращал уж так вот пристального внимания но я могу сказать что по количеству позиций открытых тестирование примерно на одном уровне были и кремниевая долина и нью-йорк и джорси вот такой расклад интересный был то есть я знал что в нью-йорке работы много но чтобы вот прям как у нас такого я не ожидал что на самом деле вполне симпатично и кроме того все-таки такого количества народу как у нас тут тоже нигде нет поэтому соотношение работа спроса и предложения за пределами кремниевой долины лучше вот в нашем сегменте рынка лучше чем в других местах камеру по и поплыла вот едем дальше трение подушки до стали смотреть чего у нас там с резюме на эту тему и ну допустим там делаем какой-то поиск людей и выходит ну допустим 500 человек но дальше мы начинаем смотреть кто из них реально соответствует профессионально соответствует там ну скажем ищем кей мобайл да то есть тестеры мобильных приложений вот выходит там 600 но дальше ты смотришь реально из них тестеров может быть 15 или 20 или 30 может быть и 50 и 60 может быть но во всяком случае это далеко не все эти люди потому что ключевые слова ищутся во-первых в названии позиции во-вторых в скилл в навыках которые там есть и ищутся в резюме как таково то есть человек может быть например я не знаю там по какому-то маркетингу а у него написано что он допустим пользуется там мобильными устройствами и он общается с разными департаментами в том числе там development и киеве вот у и есть мобайл есть и он вышел бы среди этих 600 значит примерно так получалось что зависит от территории например если в кремниевой долине вышло резюме так 450 до из них примерно сотня реальные тестеры нам на рынке то вот например в других местах но максимум там было 50 60 человек при примерно таком же количестве резюме а иногда и при большем количестве резюме и вот мы сравнивали сколько есть позиции несколько есть реально тестеров но вот мы так оценивали прошлись оценили самых разных местах и что вот там человек у нас был из там по флориды и он так как-то заметил что в там по неблагоприятная ситуация но почему она неблагоприятным штам всего 17 позиций а резюме там штук 10 было что довольно много для 17 позиций другое дело что 17 позиций это одна неделя люди а вот эти 10 резюме они там могут какое-то время находиться то есть допустим если бы упалили за месяц там было может быть не 10 резюме там а 12 позиции было бы уже не 17 а может быть там 45 надо смотреть надо каждый раз поглядывать другое дело что когда мы смотрели на кремниевую долину вот вышло там что-нибудь я боюсь соврать 200 допустим 270 позиции открыты я могу сказать что на следующей неделе скорее всего там будет 350 но судя по тому что обычно бывает там примерно вот так на сотенку меньше было процентов на 30 так 25 я предполагаю что и в других местах то же самое происходит но во всяком случае рынок еще подрастет хотя другой стороны может быть и народ подвалит который работу ищет я не знаю во всяком случае вот такая интересная картинка то есть маленький рынок когда там работы мало его легко снести вот пришло лишние 10 человек и снесли рынок есть такие места вот и у нас-то всегда и там по и майами всегда были такими местами шикарными где вот люди раз там две недели работает бендели работает но там не было никогда конечно 10 10 соискателей там рабочего места было поменьше видимо как-то какая-то такая привлекательность выросла там по вообще входит в пятерку наиболее быстро растущих городов сша вот был в блумберге был какой-то материал на эту тему месяца полтора два назад вот я помню еще удивился дом на штампа вот и там побыла в пятерке но она может быть пятой и было бы все равно это здорово то есть там люди едут все это дело растет я-то замечаю что у нас ребята когда переезжают из кремниевой долины давно дорого а вроде они уже работают а бывает тоже и вдвоем работают так хорошо работают уже зарабатывают нормально но вот нет у них там миллионов stock options там и так далее а даже если есть может быть они не стремятся там него потратить на недвижимость и они куда-то переезжают вот я смотрю куда у нас народ переезжает вот там по и майами это одно из направлений это может быть не самый мощный вектор но вот туда едут едут в филадельфию едут в орегон едут в северную каролину там есть куда поехать там есть пара мест таких популярных куда еще так я думаю но в принципе у нас на юг можно ехать у нас есть лос-анджелес у нас есть сан-диего у нас есть orange county в самой калифорнии но это не безумно дешевые места то есть они конечно подешевле кремниевой долины но не так вот прямо значительно сакраменто есть поблизости вот у нас сакраменто существенно дешевле и зарплаты там не безумно меньше процентов может на 15 на 20 и судя по тому опять судя по тому что я вижу в публикациях я там не работал не могу так оценить практически но то что пишут хотя как когда что-то пишут всегда надо делать какую-то знаете скидочку и там какой-то какой-то люфт давать аджасмент такой вот такие интересные дела значит и когда я сравнивал количество позиций и количество резюме вот эти регионы которые я знаю что там неплохо ну в смысле хорошо там искать вот такие как лос-анджелес допустим там денвер чикаго нью-йорк там примерно соотношение один к восьми один к десяти то есть на одного человека там вот 8-10 позиции открытых конечно открытые позиции есть и на менеджеров и на синеров и на там какой-то automation которого например они пока не умеют делать хотя мы часто знаем что случается что берут начинающего на там на автоматизации год ну выучишь у нас потому что найти того как которые знают они не могут вот поэтому как ну хорошо вот те работы давай будешь учиться так такое тоже имеет место быть поэтому рынок где один к одному может оказаться очень тяжелым рынком потому что вот это одна позиция которая там есть может быть совершенно не твоя когда их 10 на тебя 1 то среди 10 позиций может быть есть парочка где на тебя посмотрят серьезно может еще парочка где скажут давай поговорим но так останется только опыт прохождения интервью что тоже тоже дорогого стоит поэтому так вот я можно сказать из из цеха горячего вот вышел и вам рассказываю то есть я с ними сейчас 9 часов вечера но допустим мы там 15 минут назад закончили так что я с ними довольно изрядно сейчас я думаю что здесь такое часок часок мы были в онлайне дополнительно как бы отдельным отдельным вебинаром так без записи я им сказал ребят записывать мы не будем а если интерес есть то мы поговорим в общем вот так получилось а я вам и повествую все счастливо тем более я уже и так почти домой доехал а а а